Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые эксперты и гости форума, позвольте представить вам наши такие клинические наблюдения и результаты систематических обзоров, проведенные по результатам научных исследований британских и американских ученых и исследователей, которое посвящено проблематике вторичных деменций у онкологических пациентов. Когда же мы говорим о деменции? Мы говорим о деменции тогда, когда идет утрата критики пациента к своему состоянию. Отсутствует критика к жалобам пациента и характеризуется такими компонентами, как множественный когнитивный дефицит, нарушение повседневной деятельности человека. Важно охарактеризовать и рассматривать такого пациента с деменцией при отсутствии делирия. Делирия – это острое патологическое состояние, это совершенно другая когорта пациентов. Когда имеется органическое поражение мозга, неважно, структурное, либо метаболического характера, снижение по сравнению с исходным уровнем его когнитивных способностей. Шведский ученый, психиатр Блюер говорил, что дементным мы называем всякого, кто перестает справляться с жизнью вследствие пониженной работоспособности интеллекта. Но тем не менее, все-таки деменция, как говорили уже коллеги до этого, это такое сложное заболевание, и вот существует такая вот структура заболеваемости и разновидность деменции по причинам. Вот посмотрите, на данной диаграмме до 60% всех деменций составляет болезнь Альцгеймера. Это самая большая такая когорта пациентов с деменцией. И далее уже идут другие разновидности деменции, такие как сосудистая деменция – 10%, далее идет 20% смешанная деменция, которая даже по процентному соотношению несколько опережает сосудистую деменцию. Ну и предметом сегодняшнего нашего разговора будут вторичные деменции, которые составляют вот эту группу деменций до 5% в общей структуре деменции. Далее. Очень актуальная проблема – именно наличие деменции и онкопатологии. При анализе литературы вообще достаточно большое количество работ с рубежных авторов мы нашли вплоть до 2014 года, которые именно подтверждали какую-то обратную корреляционную связь между деменцией и онкологической патологией. То есть авторы писали о том, что у пациента с онкопатологией не может быть деменции и говорили в то же время о том, что у дементных пациентов абсолютно отсутствует доказательство наличия онкопатологии. Хотя потом, впоследствии, появилось большое количество работ, которые подтверждали по данным аутопсии, когда у дементных больных находили уже, ну по результатам аутопсии, повторюсь, находили какие-то онкологические процессы и онкопатологию. И уже впоследствии, в течение последних лет стали задаваться действительно вопросом, а есть ли деменция у онкологических пациентов и что мы можем знать о вторичной деменции. Разговор о общей выживаемости для пациентов с деменцией таков. То есть он составляет около 6 лет для лиц в возрасте менее 75 лет и 3,5 года для лиц в возрасте более 85 лет. Для пациентов с онкологией вы, как специалисты, можете сами сказать, что действительно все зависит от стадии процесса, разновидности, злокачественности и так далее. То есть это достаточно сложно определить в годах. И автоматически увеличивается смертность и снижается продолжительность жизни у пациентов и с деменцией, и с онкопатологией. Говоря о вторичной деменции, важно отметить, что проблема действительно актуальна, и научных данных, которые объединяли бы все эти разновидности когнитивных нарушений, разной степени тяжести, их недостаточно ни в литературе, ни по данным практически каких-то наблюдений. Целесообразным мы решили выделить вот такие вот векторы изучения данной проблемы. Ну, во-первых, это когнитивные нарушения, которые ассоциированы с химиотерапией. Далее, когнитивные нарушения, связанные с болевым синдромом. Следующее, это ассоциированные со стрессом. Действительно, как говорила Елена Викторовна, стресс у онкологических пациентов, да и вообще, в принципе, для популяции в целом в нашей действительности тоже достаточно на высоком уровне. Далее, когнитивные нарушения при метастатическом поражении головного мозга. Следующее, это радиационно индуцированные когнитивные нарушения. И отдельная такая группа когнитивных нарушений и вторичных деменций при недостаточности нутриентов. То есть здесь идет речь при недостаточности витаминов группы В. Ну, теперь позвольте более подробно отразить некоторые такие аспекты результатов этих исследований. Говоря о когнитивных нарушениях в целом у пациентов с онкопатологией, важно отметить, что распространенность когнитивных нарушений составляет от 17 до 75%. То есть обратите внимание, какой большой разброс. Далее, нарушение когнитивных функций может наблюдаться вплоть до 20 лет, то есть на протяжении 20 лет после прекращения лечения. То есть неважно, какое было проведено лечение – лучевая терапия, химиотерапия, либо какие-то комбинированные его формы. В литературе уже достаточно много лет существует такое устойчивое понятие, как химический мозг. Это такой русский эквивалент этого термина. Звучит он как chemo brain, то есть мозг у пациентов после химиотерапии. То есть данные исследования отражают именно патогенетические механизмы изменения в головном мозге после химиотерапии. Они объясняют это с точки зрения повреждения ДНК, постметатических нейронов и с точки зрения укорочения теломер. Также определенное количество доказательств свидетельствует о дисрегуляции системы сети цитокинов. И нельзя не сказать о гормональных изменениях и гормональном дисбалансе. Какие существуют теории, подтверждающие именно взаимосвязь вторичных деменций с химиотерапией? Во-первых, как я уже сказала, это дисгормональные изменения. Последствия обширного вмешательства с длительной общей анестезией тоже играют определенную роль. Определенные доказательства в пользу генетической предиспозиции, в том числе версия И4 гена апопротеина Е. То есть существует вообще в принципе три аллеля данного гена. И два, и три, и И4. Первые два аллеля, они существуют в большинстве случаев до 80% у нас в популяции. А вот как раз таки четвертая версия, она отвечает, для нее характерны изменения дислокациями на кислотных участках. То есть аргинин сменяется цистеином, то есть такая патологическая версия. И учеными было выявлено, что при вот таком вот аллеле этого гена наблюдается на 20-30% увеличение плотности отложения вот этих вот амилоидных бляшек популяции. То есть свидетельствует о таких изменениях. Дальше эмоциональное состояние, в том числе депрессия, ажитация и хронический стресс. Ну и, как говорили уже коллеги в предыдущих докладах, мы не можем не говорить о коморбидных состояниях. Плюс еще, включая сюда и паранеопластический синдром. Паранеопластическую лимбическую энцефалопатию, она нередко манифестируется в долговременной потере памяти, которая сохраняется даже после успешного лечения опухоли. Ну и важным является понимание нейротоксичности классических химиотерапевтических средств и режимов. Говоря об исследованиях, всегда встает вопрос, а с кем вообще сравнивали группу пациентов после проведенной химиотерапии? А проводилась ли когнитивная оценка у данных пациентов и оценка того полиморбидного фона, с которым пришел пациент сюда, в онкологическое отделение? И проводилось ли тестирование какое-то, нейропсихологические какие-то тесты? То есть с кем сравнивать данных пациентов? То есть существует действительно серьезная необходимость предварительной оценки когнитивных функций. Вот обратите внимание на данную статистику. Среди пациентов с раком молочной железы после оперативного лечения, но до плановой химиотерапии в нескольких исследованиях сообщалось о когнитивных дисфункциях до 20%. У пациентов с раком толстой кишки до адъювантной химиотерапии 37% продемонстрировали когнитивные нарушения также до начала системного лечения. И у пациентов с раком яичек после оперативного лечения, но до химиотерапии частота когнитивных нарушений составила тоже около 46%. То есть здесь вообще в принципе встает вопрос, а как оценивать когнитивные нарушения у данных пациентов и на каком этапе? И действительно, кто будет это делать? Далее. Умеренные и тяжелые когнитивные нарушения наблюдались у 16% пациенток, получавших различные схемы адъювантной или неадъювантной химиотерапии рака молочной железы по сравнению с 4% в контрольной группе. Структурные томографические исследования продемонстрировали снижение плотности серого вещества у больных рака молочной железы, которые подвергались курсам химиотерапии. Далее. В плане оценки когнитивного статуса и особенно у пациентов пожилого возраста с полиморбидным фоном, даже вот в наших исследованиях для чистоты эксперимента следует отдавать отчет, а была ли выявлена тревога, депрессия и нарушение сна у данных пациентов, поскольку это также самостоятельные такие вот факторы риска развития когнитивных нарушений у старшевозрастной группы. Ну и существуют определенные доказательства о положительном влиянии как каких-то реабилитационных программ по коррекции тревоги, депрессии, нарушений сна, ну в том числе и включении положительного влияния аэробных нагрузок у таких пациентов. То есть в будущем, возможно, мы об этом задумаемся. Далее. Светлана Гершина показывала вам результаты пилотного проекта, который был проведен. Но я просто хотела сакцентировать внимание на динамике когнитивных нарушений у данной когорты пациентов. То есть это те же пациенты с раком молочной железы различного возраста, но мы посмотрели в динамике спустя 6 месяцев от начала химиотерапии, как изменялись когнитивные способности данных людей. То есть вот посмотрите, если брать возрастную группу младше 45 лет, то с 24 баллов снизилось до 23, то есть на единицу. Ну и также те же явления были достоверно выявлены и в других возрастных группах. Далее. Следующий вектор изучения и понимания именно вторичных деменций – это когнитивные нарушения, которые ассоциированы с хронической болью. То есть на боль неонкологического происхождения предъявляют жалобы до 50% пациентов пожилого и старческого возраста, которые проживают дома. Если брать пациентов, которые находятся и получают помощь в долговременный уход, в учреждениях долговременного ухода, то это до 80% пациентов, то есть подавляющее большинство, если 74% пациентов отмечали наличие боли в течение последнего месяца. Говоря о болевом синдроме в онкологии, важно сказать, что до 50% пациентов жалуются на боль в начальных стадиях заболевания и до 100% в терминальной стадии заболевания. То есть посмотрите, насколько это распространенный синдром. Причины. До 90% случаев исследователи выделяют это сам опухолевый процесс и его лечение, и до 10% случаев это уже сопутствующие какие-либо заболевания, либо синдромы. Сюда можно отнести констипацию, декубитальные язвы, статические боли в гладких мышечных органах и так далее. Какие основные проблемы у данной категории пациентов, которые имеют и когнитивные нарушения, и болевой синдром. Но, во-первых, пациенты с онкологическими заболеваниями активно не предъявляют жалобы на когнитивные нарушения, а концентрируют свое внимание только на болевых ощущениях. То есть существует вот эта вот доминанта при болевом синдроме. И специалисты также не всегда осведомлены о значении когнитивных нарушений при болевых синдромах. И когнитивный дефицит также может являться побочным эффектом противоболевых препаратов, особенно в случае полипрагмазии у пациентов пожилого возраста с учетом той полиморбидности, о которой мы сегодня говорим. Формирование боли сопровождается активацией структур, обеспечивающих как сенсорные, так и эмоциональные, и когнитивные процессы. Было выявлено, что у пациентов с хронической болью в спине и комплексным регионарным болевым синдромом обнаружено билатеральное уменьшение объема гиппокампа. Ряд авторов рассматривает хроническую боль как катализатор нейродегенеративного процесса. То есть это уже выявлены такие и доказанные факты как зарубежными, так и нашими отечественными учеными. У пациентов с хронической болью обнаруживаются изменения в нейропсихологических тестах на память, внимание, скорость и исполнительные функции. У пациентов с хронической болью нарушаются процессы обработки информации, что обусловлено дисфункцией префронтальной коры и проявляется при выполнении сложных заданий, которые связаны именно с принятием решения. Ну, также есть определенные результаты исследований наших ученых, которые свидетельствуют о том, что при длительном течении заболевания устранение именно хронической боли, болевого синдрома сопровождалось регрессом структурных изменений и восстановлением объема серого вещества в соответствующих областях, то есть префронтальная кора, передняя поясная извилина и так далее. Хотела бы представить вашему вниманию тоже результаты такого систематического обзора, в частности, его выдержка. Это результаты исследования японских ученых. Вот здесь приведена в табличке фамилия первого автора, там несколько авторов у этого исследования. Ссылка приведена здесь ниже, то есть вы можете потом самостоятельно обратиться к этому исследованию. Что делали эти авторы? То есть они сравнили поведение больных онкологических с деменцией и без нее в отношении болевого синдрома. То есть какова была обращаемость пациентов с деменцией и без деменции и жалобы на болевой синдром. Было выявлено в ходе данного исследования, что у пациентов с онкопатологией и с деменцией предъявляли меньше жалоб на боль и меньше принимали анальгетическую терапию. То есть авторы интерпретируют результаты данного исследования в том ключе, что у пациентов с деменцией и с когнитивными нарушениями нет возможности интерпретировать врачу свои жалобы, запомнить данный болевой синдром и вообще просто обратиться за помощью и сакцентировать внимание на данном болевом синдроме. Следующий вектор исследования вторичных деменций это когнитивные нарушения, ассоциированные со стрессом. То есть среди пациентов пожилого возраста с умеренными когнитивными нарушениями и симптомами тревоги в течение трех лет болезнь Альцгеймера развивается у 83%. При отсутствии признаков тревоги только у 40%. То есть видите, разница практически в два раза. Среди лиц с умеренными когнитивными нарушениями, сочетающиеся с тревожными расстройствами, относительный риск развития болезни Альцгеймера более чем в два раза выше по сравнению с лицами без тревоги. Было выявлено, что у животных хронический стресс и экзогенные глюкокортикоиды повышают продукцию и отложение амилоида, стимулируют переключение метаболизма белка предшественника амилоида в сторону амилоидогенеза, то есть глюкокортикоиды за счет своей проницаемости через гематоэнцефалический барьер. И происходит активация гипоталамогипофизарно-надпочечниковой оси и стимуляция высвобождения глюкокортикоида вследствие воздействия хронического стресса. Что еще важно? Повышение базального уровня кортизола, если брать на примере кортизол, при нормальном старении сопровождается атрофия гиппокампа, нарушениями памяти и способности к обучению. А при наличии онкологической патологии и при наличии когнитивных нарушений эти процессы все усугубляются. Вообще гиппокамп – это уникальная структура головного мозга, которая отвечает за формирование краткосрочной памяти, долговременной памяти, и которая отвечает за пространственную ориентацию человека. И вот, кстати, группе ученых в 2014 году была присуждена Нобелевская премия за открытие вот таких вот грейд-клеток, которые отвечают за пространственную ориентацию. То есть они вот разбивают, это такая, знаете, если говорить обывательским языком, то это такая своеобразная GPS-система нашего головного мозга. То есть они вот позволяют разбивать пространство на шестиугольники и помогать человеку перемещаться в этом пространстве. И вот почему я заговорила за гиппокамп, то есть в большинстве случаев происходит как раз таким повреждение гиппокампа, а вот ведь именно сам гиппокамп является той уникальной нишей для нейрогенеза. Немного позднее мы поговорим об этом. Далее. Метастазы головного мозга, метастатическое поражение головного мозга – также актуальный вектор изучения вторичных деменций, поскольку метастазы в головном мозге отмечаются у 25% онкологических больных. Причем метастатическое поражение головного мозга встречается до 10 раз чаще, чем сами первичные опухоли центральной нервной системы. Важно, что до 90% пациентов с метастазами в головном мозге демонстрируют некоторые когнитивные нарушения уже до лечения. Причем степень нарушения коррелирует с общим объемом поражения, а не с количеством метастатических поражений. Важно сказать еще о неблагоприятном влиянии и таком факторе риска развития вторичных деменций, как лучевая терапия, которая значительно влияет на когнитивные функции. Радиационно индуцированные когнитивные нарушения возникают у 50-90% взрослых пациентов с опухолью головного мозга. Если рассматривать эту группу в плане выживаемости даже после 6 месяцев, после облучения всего головного мозга. Здесь характерно нарушение обработки информации, внимания, вербальной памяти, исполнительных функций и даже мелкой моторики. При рассмотрении данной категории пациентов все-таки важно учитывать и факторы риска. То есть это в первую очередь возраст, либо младше 5 лет, либо старше 65 лет. Это сосудистые факторы риска, самостоятельные сосудистые факторы риска, которые запускают ишемический каскад повреждения. И анамность, то есть была ли лучевая терапия, либо химиотерапия у пациента в анамнозе ранее, либо назначены следующие-последующие какие-то курсы. Как назад? И говоря о недостаточности питания, важно учитывать у данной категории пациентов в онкологической практике дефицит витамина В12 и дефицит витамина В1. Ну и важным является, конечно, своевременное выявление дефицита витаминов, вовремя начатая терапия, в том числе и с помощью парентеральных добавок. Вашему вниманию хотела представить еще ишемический каскад, который может запускаться при повреждении ткани головного мозга, то есть при гипоперфузии. То есть неважно, какого генеза это было, либо травматического, либо сосудистого и так далее. То есть запускается этот ишемический каскад. Когда идет снижение мозгового кровотока и уровня кислорода, происходит выброс глутамата, далее это индуцирует внутриклеточное накопление кальция, происходит активация внутриклеточных ферментов, повышение синтеза оксида азотов, активация оксидантного стресса. И далее уже запускаются необратимые процессы повреждения структур головного мозга, неважно, каких клеток. То есть происходит экспрессия генов раннего развития, реакции местного воспаления, повреждение гематоэнцефалического барьера, эндотелия, что в конечном итоге заканчивается апоптозом, некротической смертью клетки. То есть наша задача при мультидисциплинарном и междисциплинарном подходе – привлечение сюда и таких специалистов, как и неврологи. Возможно, они даже будут и главенствующими в нашей бригаде при оказании помощи, которые как раз-таки будут нивелировать некоторые вопросы лечения и добавлять свои какие-то препараты при допустимом каком-то значении. Ну и хотелось бы закончить свой доклад именно вот такой антидементной программой. Сейчас развивается такая наука, как нейросайенс. Активно вовлекаются в нее нейробиологи, неврологи, геронтологи, гериатры. И она видит собой главный вектор в антидементной программе – это нейрогенез. Вот он здесь в центре угла как раз-таки. Наша задача – снивелировать внешние воздействия, то есть и внутренние факторы. То есть о чем здесь говорится? Здесь говорится и о питании, и калорийности питания, образе жизни, курении. Вот коллеги в своих докладах говорили о том, что пациенты в клинических разборах злоупотребляли курением и так далее. И далее стимулировать образование новых нейронов именно нейрогенеза, которое будет способствовать образованию новых семнатических связей, и ремонделированию нейронных сетей, и реконструкции синапсов. То есть мы должны перестроить нашу центральную нервную систему, которая уже будет отвечать за новые эмоции, новые способности к обучению и к памяти. Все. Спасибо за внимание. То есть тогда, когда мы проводим химиотерапию, мы поражаем головной мозг в любом случае. Когда мы проводим лучевую терапию, мы поражаем головной мозг, и мы реально видим это на своих пациентах, я не стала об этом говорить. Нам помимо психиатра, юриста, гериатра, нужен еще, может быть, художник. То есть нам нужны такие группы, реабилитация, группа реабилитации называется для любых пациентов. Елена Викторовна, безусловно, просто я не сказала в своем докладе, с учетом лимита времени, в зарубежной литературе большое внимание уделяется когнитивной реабилитации данной когорты пациентов и социальной реабилитации. То есть есть даже одно исследование, которое показывает положительную динамику и более быструю обратимость вот этих вот когнитивных нарушений после химиотерапии, лучевой терапии, именно у пациентов при проведении каких-то вот программ социальной реабилитации и социальной адаптации. Ну, то есть вот это такая вот вершина айсберга на самом деле. А, ухожу. Нет, подождите, я хотела всем вопрос задать, в том числе и юристам. То есть мы пишем информированное добровольное согласие, я пытаюсь вспомнить. Мы предупреждаем об апопеции, о кожной токсичности, о тошноте, рвоте. В общем, мы должны предупреждать. Мы как-то вообще не задумывались просто об этом, да? И о возможных когнитивных нарушениях тоже. Надо проверить, что у нас написано. Скорее всего, да, когнитивное нарушение, да, которое нужно почитать, добавить информированное согласие, видимо. Но теоретически, как отдаленные осложнения, да. Если вы тем более понимаете, что это неизбежно, или у вас вообще высокая вероятность этого есть, то, конечно, это должно быть. Потому что целью ИДС как раз является указание, информирование пациента о возможных побочных действиях, возможных рисках, осложнениях и так далее, лечения. Это тоже сложно. То есть можно заключить, что при первичном обращении к вам надо делать либо комплексную гериатрическую оценку с оценкой когнитивной функции. Но я хочу здесь добавить, что деменция, когнитивная дисфункция в данном случае, при скрининговых методах, это гериатрический синдром. Это не диагноз. Диагноз может установить только врач-психиатр. Но эти пациенты отправляются сначала в общую сеть, к врачу общей практики или эндокринологу для дообследования. Потому что есть результаты исследований, показывающие, что у тех, у кого есть тиреоидиты, при лечении данного заболевания, почему-то признаки деменции уходят. То есть они показывают лучшие когнитивные функции. Этот пациент просто требует дообследования у других докторов, не обязательно у психиатра. Источники еще говорят о том, что как гипофункция, так и гиперфункция щитовидной железы, она приводит к вторичным деменциям. Единственное, что просто я не стала приводить в исследование, в онкопрактике не так распространено, но знать об этом должны. Но я просто говорю о том, что если мы находим когнитивную дисфункцию, мы не обязательно должны отправлять к психиатру. То есть мы отправляем к эндокринологу, к терапевту, надо обследование. Да, плюс терапевт. Хорошо. Плюс есть методы, но для этого онкологи должны либо проучиться, потому что очень большое количество есть немедикаментозных даже методов реабилитации, профилактики когнитивной дисфункции, которая показывает свою высокую эффективность. Это не медикаментозная, это и реминесцентная психотерапия или терапия воспоминаниями, и терапия, направленная на реальность, и всевозможные когнитивные стимуляции, нейрокогнитивные тренинги, нейробики, всевозможные виды гимнастики, и судоку гимнастика, и суджок гимнастика, и всевозможные использования кроссвордов. Игра в шашки, то есть очень большое количество есть немедикаментозных методов, которые в том числе и может рекомендовать онколог без осмотра гириатра. Ну да, мы такие, грубая сила, что называется, к нам пациенты приходят со страшным диагнозом, и мы практически не задумываемся о том, что мы еще и качество жизни, то есть мы и спасители, да, то есть мы пытаемся спасти жизнь. О каких-то осложнениях, которые нарушают им эту жизнь, мы так не очень задумываемся на самом деле. Последние годы начали задумываться, активно говорить об этом. Но еще раз, судя по реакции людей, вы видите, мы все равно люди суровые. Нам удалить опухоль, нам химию провести, пооблучать, да. А что, как человек себя будет чувствовать, как он будет выглядеть, каковы его будут взаимоотношения с окружающими людьми, пока нас, видимо, не очень беспокоит. К сожалению.